Всем привет! С вами InformTV. В 2006 году ТНТ запустил ромком «Счастливы вместе». Это российская версия американского шоу «Женаты с детьми». Сериал о семье из Екатеринбурга закончился почти 7 лет назад. Посмотрим, как изменились актеры за это время. Виктор Логинов, которому 44 года, сыграл главу семьи Гену Букина. Роль неудачника прославила актера. Уроженец Кемерова отправился покорять кино далеко не сразу после окончания театрального института. Прежде чем получить роль продавца обуви в культовом ситкоме, он сменил несколько профессий – журналист, экскурсовод, телеведущий на региональном канале, арт-директор ночного клуба, диджей на радио, театральный актер и даже шахтер. Роль Гены Букина актер получил не сразу. Только после того, как актер кардинально изменил образ. Тогда его утвердили. Вот что говорит актер по этому поводу. «Я носил волосы в хвосте, испанскую бородку, серьгу в ухе и вел образ жизни настоящего мать. И вот съемочная группа сериала приехала в Екатеринбург на актерский кастинг. Мою кандидатуру никто не предложил. Я со своей серьгой в ухе совершенно не подходил на роль главного героя». Гена Букин работает в обувном магазине, у него двое детей, а тут этот с хвостом, бородкой, наверняка с другими взглядами на жизнь. Еще во время съемок в сериале Логинова приглашали вести различные телепередачи, среди которых шоу «Интуиция» и «Суперинтуиция» на Тенте. Но участие в сериале изменило и личную жизнь актера. На площадке он познакомился с ассистенткой режиссера Ольгой, которая стала его третьей супругой. У них в браке родились сыновья Саша и Ваня. Но после пяти лет брака пара подала на развод. Всего у Логинова сейчас пятеро детей. Приемный сын и родная дочь от первого брака, сын от второго и двое сыновей от брака с Ольгой Логиновой. Наталья Бочкарева. Сейчас ей 39 лет. Она сыграла жену Гены Дашу Букину. Наталья Бочкарева, она родом из Нижнего Новгорода, начала работать актрисой сразу же после окончания школы-студии МХАТ. Долгое время она играла эпизодические роли в театре, снялась в нескольких сериях «Яролаша». Но прославилась Бочкарева именно ролью недалекой и забавной домохозяйки, которая таскает заначки у мужа и фанатеет от дома 2. Для роли Даши Букиной актрисы даже пришлось сменить имидж. Она перекрасилась из шатенки в огненно-рыжий цвет, стала ярче краситься и одеваться. На кастинге роль Даши Букиной была отведена Эвилине Блёденс, но когда режиссеры увидели на площадке Наталью Бочкареву, изменили решение в пользу малоизвестной актрисы. За время съемок Наталья вышла замуж за адвоката Николая Борисова, от которого родила сына Ивана и дочь Марию. В 2014 году супруги развелись. После съемок в сериале популярность актрисы резко возросла. Ее пригласили сниматься в картинах «И отцы, и дети», «Квартал», «Мега-джунглис». Во время участия в проекте «Танцы со звездами», ради которого актрисе пришлось бросить около 20 килограммов, ее заметил Филипп Киркоров. Вместе они записали песню. Дарья Сагалова, которой сейчас 33 года, она сыграла дочь Светы Букиной. Несмотря на то, что Дарья всего на 6 лет младше Натальи Бочкаревой, ей досталась роль дочери Даши и Гены Букиной. На экране она легкомысленная и фривольная школьница, но в жизни заботливая мама, актриса и преуспевающий хореограф. На роль Светы Букиной и Дарья утвердили быстро. Ее образ полностью совпадал с тем, что хотели видеть продюсеры. Несмотря на успешное участие во многих телешоу, например, в 2008 она победила в проекте «Танцы со звездами» и множество приглашений сниматься в кино, Сагалова осталась верна хореографии, которой занималась с раннего возраста. В марте 2009 она основала хореографическую школу. В 2011 году Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова. У пары растут дочери Лиза и Стефания. Александр Якин. Ему сейчас 30 лет. Младший сын Рома Букин. Роль закомплексованного Дон Жуана Рому Букина Александр получил еще участь в школе. Образ неудачника настолько прочно закрепился за актером, что долгое время девушки наотрез отказывались с ним встречаться в жизни. Участие в сериале вдохновило актера пойти учиться в ГИТИС, где он и встретил свою половинку. Зимой 2015 Александр женился на однокурснице, имя которой держит в секрете. После съемок в сериале Александр получил предложение сниматься еще в одном ситкоме, 80-е, который выходил на телеканале СТС. С 2012 года актер служит в Московском театре наций. Юлия Захарова, которая сейчас 40 лет, сыграла соседку Елену. Это одна из самых колоритных героин сериала. Лена Полена, которую сыграла Юлия Захарова. По сюжету, постоянно конфликтовала с Геной Букиным. В жизни же Захарова и Логинов дружат, а в шоу «Секретный миллион» с Виктором Логиновым Юлю пригласили в качестве хорошего друга актера. В Москву актриса переехала из Тулы, окончила Российскую академию театрального искусства и была приглашена в театр имени Маяковского. В 2003 году актриса переходит в труппу театра имени Гоголя. На данный момент она продолжает играть в театре и живет в браке с московским режиссером.